Исторический выбор делают в эти дни жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Своё будущее выбирают и семьи из Донбасса, которых приняла Лобня. Среди них учитель Виктория Тогушова, вынужденная вместе с детьми покинуть родной дом в Макеевке. С ней и её коллегами в музее школы номер 6 встретилась наша съёмочная группа. Валерия вспоминает, что сообщения о начале специальной военной операции, объявленной президентом России 24 февраля, на Донбассе восприняли с воодушевлением. У нас по Донецку ездили машины, все сигналили флаги. Даже кто-то, я не знаю, где они его взяли, запустили салют. Так что это было действительно, народ радовался, народ торжествовал. Сегодня жители Донбасса с таким же воодушевлением воспринимают проведение референдума и с надеждой глядят на Россию. Решение о присоединении к Российской Федерации считают крайне важным шагом. Это правильное решение, потому что там люди, там дети, там старики, которые нуждаются в помощи. Надеялись, что всё наладится, что всё будет хорошо, а то он только хуже и хуже и хуже. За детей в первую очередь страшно. Я старшему ребёнку 7 лет, он пошёл в первый класс. Он у меня в 2015 году родился, да, как раз в 2014 году. 22 августа у нас должна была быть свадьба, и 18 августа именно к нам город уже начало прилетать. Мы сидели в подвалах, отмечали свадьбу в подвале все дружно, пятиэтажным домом. Всё, что было закуплено на свадьбу, мы отмечали под звуки канонады. Мы там не выходили практически на улицу гулять, ну, потому что страшно. Ребёнка выпускать на улицу, лежат эти лепестки, на которые просто можно наступить, и дай бог, если останешься жив. Даже был случай, я вам расскажу, в прошлом году мы выезжали на море в Ейск, а у нас нет салютов. То есть фейерверков дети за 7 лет не видели. И когда мы идём по набережной в Ейске, начинается салют, что делает мой ребёнок. Он пригибается и убегает в кусты. Вот так вот. Страшно, страшно. Знаете, на окраинах города всегда звучали выстрелы и всегда гибли люди. Как по мне, по сводкам ежедневно. Я вам скажу так, даже сводки, которые мы читаем в интернете, они не всегда доносят всю информацию. Потому что есть люди, которые живут там, и много знакомых, которые остались без ничего. Не у всех есть возможность выехать. Может быть, люди и хотят, но боятся ехать в никуда. Вот в августе месяце мы переехали с семьёй в город Лопни. Ребёнка сразу взяли в школу младшего. Тоже получилось оформить детский сад. Я вышла на работу. Валерия работает учителем начальных классов в школе номер 6. Дружный педагогический коллектив во всём поддерживает коллегу, 8 лет жившую под звуки разрывающихся снарядов и в страхе за детей. Решение о частичной мобилизации тоже обсуждали вместе, потому что это касается не только защиты Донбасса, но и суверенитета всей нашей страны. К разговору подключилась и Анна Скоропопова, педагог Безмалова с 20-летним стажем, ныне заместитель главы администрации города, курирующая всю социальную сферу. Только мобилизация, она сейчас способствует консолидации вообще наших усилий. Народ должен сплотиться, должны прекратиться вот эти вот метания. Мы должны выступить единым общественным фронтом. И, конечно, от того, как будет настроение у нас здесь, зависит настроение наших бойцов на передовой, от того, как мы их поддержим. Я сама в 93-м году вместе с семьёй являюсь вынужденным переселенцем из Казахстана. И я всегда помню и буду благодарна Российской Федерации, стране российской, которая приютила меня с семьёй. Я полноценный гражданин с 93-го года, также Российской Федерации. И я верю в то, что вот в трудной ситуации, как тогда, в 41-м, в 45-м, мы справимся вместе с вами. Чтобы фашизм больше никогда не возрождался. А люди Донецка, Луганска – это наши люди, это русские люди. Об этом говорит история нашей Родины. И поэтому все решения президента мы поддерживаем. Так как я жена военнослужащего, то есть нас это может тоже коснуться. Поэтому я поддерживаю полностью. Лариса Панина, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, Денис Рокин. Телекомпания «Лобня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова